Промзона. Небольшой клочок земли между восточными окраинами, подконтрольной Украине-Авдеевки и оккупированной Синоватой. Казалось бы, ничего особенного. Одноэтажная частная застройка, рядом с ней всего несколько разбитых промышленных зданий, а также одна транспортная развязка. Вот она, арена авдеевских боев. Но именно здесь развернулась одно из наиболее жестких противостояний за последнее время на Донбассе. Столкновения, которые сейчас с новой силой вспыхнули под Авдеевкой, стали шоком не только для жителей прифронтового города. Даже опытные военные не ожидали такого натиска. В первую очередь, что такое из ряда вон выходящие, скажем так, что сепаратисты применили град. Что такого уже, в принципе, очень давно не было. Четыре пакета легло по моим позициям и по населенному пункту Авдеевка. В район Авдеевки летят мины, танковые снаряды, стреляет крупнокалиберная артиллерия. В противостоянии задействована 72-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Со стороны боевиков 11-й отдельный мотострелковый полк «Восток», батальон «Сомали», а также отдельные диверсионно-разведывательные группы. Это данные аналитиков информсопротивления. Так почему же крошечный участок фронта стал причиной масштабного противостояния? По данным группы информационной сопротивления, сейчас сражения в Авдеевской промзоне впритык приблизились к Ясиноватской развязке. Бои происходят возле железнодорожной станции «Ясиноватая-2», а также между Донецкой фильтровальной станцией и рынком «Господор». Именно контроль за транспортной развязкой, которая примыкает к Авдеевской промзоне, военные эксперты чаще всего называют причиной эскалации. А это важнейший для боевиков железнодорожный узел, от которого напрямую зависит нормальная жизнедеятельность группировки ДНР. Раньше дорога Горловка-Донец, частью которой и является развязка, была главной транспортной артерией, соединявшей два больших города. Поэтому маршруту беспрепятственно можно было провозить и личный состав, и военные грузы, перемещать технику. Теперь же боевики вынуждены искать другие пути, менее быстрые и удобные. Почему же обострение началось именно сейчас? Есть мнение, причина в так называемом ползучем наступлении. Украинские военные шаг за шагом продвигались вглубь серой зоны, которая по минским договоренностям должна быть под контролем ВСУ. Когда стало ясно, что отступать боевикам больше некуда, они ответили из всех стволов. На этот час наши войска заняли большую часть этой зоны и подошли уже в притул, приблизились до самой трассы, до этой Сеновальской развязки. Теперь противник уже не может нею коррестоваться, как это было еще год тому. Еще один мотив, который мог вынудить боевиков активизироваться на Авдеевском направлении – близость Авдеевки к оккупированному Донецку. Всего 6-7 километров. Понятно, когда боевики говорят, что Донецк – наша столица ДНР, и в тот же час місто может контролировать Збройные силы Украины, это для боевиков неприятно. У них в самом начале было завдание, которое могло дальше отсунуть украинские войска. Ради достижения целей, считает бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко, боевики пойдут на многое, в том числе и на жертвы среди мирного населения. Если военнослужащие не удается, то посеять панику, привести до гуманитарного коллапса в Авдеевке, потому что паника не сприяет в определенном ведении боевых действий. А вот разговоры о возможности полномасштабного штурма города скорее преувеличения. Для этого сценария пока не хватает одной составляющей, утверждают некоторые военные эксперты. Раскатистое эхо Авдеевского противостояния потрясло глубокий тыл от боли за тех, кто в эти дни погиб на подступах к городу. В наблюдательной миссии ОБСЕ назвали свою версию обострения под Авдеевкой. В отчете миссии также говорится, что по обе стороны линии разграничения мониторы зафиксировали запрещенные минскими договоренностями виды вооружений.